всем привет давно у нас не было вазальных влогов на канале и вообще видео на вазальную тематику я вот дошла очередь сижу мотаю вот такую бубинку решила связать ее жилет себе на 8 носить под рубашки и смотрю такой красивый цвет изначально когда она пришла мне очень понравилось он такой какой-то припыленный голубоватый бирюзовый припыленный бирюзовый а сейчас она постояла настало ее время и вот осенью же пришла к нам прохладно становится я решила связать с нее желе сейчас буду выбирать узор хочу наверное что-то с аранами и с удлиненной спинкой с разрезами по бокам и своеобразным вырезом скорее всего может и с кругом сделаю не знаю поэтому разматываю ее еще не знаю на связать образец подобрать узор в общем буду снимать такой буду снимать наверно такой мастер-класс формате лова поэтому кто хочет связать жилет себе присоединяйтесь забыла сказать у меня стопроцентный меринос я беру нос и люблю какая фирма не помню здесь у меня полторы тысячи метров поэтому здесь я буду вязать наверное сложение 6 тем не посмотрите вам красивый цвет буду вязать скорее всего либо на четверке либо на три с половиной три с половиной до моей самой любимой спицы но довольно долго движется процесс всегда на них поэтому я вам скажем так я вас мое дело вас вдохновить а вы уже выбирайте пряжу спицы и узоры по своему вкусу на свой вкус и под свои потребности жилет конечно очень универсальная вещь он будет у меня без застежек своеобразным вырезом одеваться через голову без рукавом естественно сегодня очень тепло 18 градусов так пришла дорога можно уже продолжить свой рассказ утро чудесно иду забирать посылку заказала пряжу себе и буду вязать свитер жаккардом будет очень красиво и заказала еще себе одну ниточку она год 800 добавить в тон должна попасть в бобиной пряжи своей так что у меня есть здесь еще цветочки даже растут не поцветали в общем должно получиться очень красиво потому что я посмотрела с тем что я хочу замиксовать и пряжу смотала в поисложение это тонко будет для такого же лета так мне идти тут чем у нас тут вот уже прошли там видно у нас храм продавном реконструкции сейчас в общем иди мне минут 7 пока пройдусь с вами говорю надо утолщить не пряжу чтобы она держал тот узор который бы хотела я вам сейчас наверно следующими кадрами вставлю нашла в инстаграм похожий узор и модель ну по крайней мере модель такую я хочу а узор конечно скорее всего буду подбирать другое но что-то подобное но свое смотрел я на японские узоры но поняла что нет не мое начала вязать образец это мне уже не первый раз начинаю взять образец все сложно девчонки это для меня дается вообще сложно поэтому поэтому решила я что буду выбирать что-то лаконичное простое сыграть на модели но добавить каким-то простым несложным узором но чтобы все равно смотрелось красиво эффектненько в этом году столько рябины да я уже конечно не по теме но пока иду вот и иду я забирать посылку у нас есть такие пункты выдачи в чехии покажу вам пока здесь волочек немножко есть у нас такие пункты выдачи и называется он заслалков на получается дешевле чем на почту но они у нас практически везде находятся поэтому я иду сейчас туда заберу ссылочку мне здесь недалеко так мне сюда так я практически пришла сейчас заберу посылку и и хотела еще посмотреть зайти этот самый наперсток для жаккарда ну скорее всего что попробую так вязать потому что жаккард я не очень праздную и люблю попробую без наперстка и буду каждый раз когда вяжу новое изделие какую-то новую технику пытаюсь усвоить и в этот раз это будет азиатский росток все скоро я уже зайду заберу посылку и домой будем разбирать так я иду уже в жара в общем девчонки посылку забрала мораль сей басни такова не надо менять маршрут не отклоняйтесь от маршрута я заблудилась пошла улицей не как обычно потерялась ветер у меня раз два жарко уже на улице в общем сейчас будем распаковывать посылочку в общем вот таки дела я забрала наконец-то вы посмотрите сколько рябина в этом году в общем я так поняла этот будет влог вяжущего человека вяжущего шьючего человека у меня еще планов сегодня пошить пижаму сейчас будем шить пижаму распаковывать ниточки все покажу вам так я уже дома посылку забрала разрезала чтобы не шелшать выстаковать посылка здесь у меня здесь у меня шесть матковые все значит вот эти класс вообще в тон попало это у меня ализала на голову 800 здесь у меня что так в составе 51 акрила 49 шерсти вообще класс тон в тон практически у меня пряжа светлее вот я рассчитываю средний отлично надеюсь видно такой цвет мужской волны шикарно так дальше они как всегда ложатки пакетики с чаем с корицей слива ваниль и корица слива ваниль и корица мелочи приятны знаете всегда когда заказываю я уже третий раз заказываю с этого магазина они уложат какие-то такие миленькие резинки вот это заказала резинка здесь 5 метров я сегодня буду шить пижаму и она мне нужна здесь по-моему 17 миллиметров ширина ее в общем где-то так меньше двух сантиметров резинка и это дальше покажу пляжу которую я выбрал на свитер вообще я рассчитывала что она будет больше фиолетовой 5 мотков думаю будет достаточно очень это ализала на болт классик 250 240 метров 100 граммах состав генетичный до 200 метров какая-то она худенькая нормально в общем цвет такой синий он больше он должен быть черничный ну да он такой синий больше фиолетовый три мотка заказала синий один моток горчичный красивый я думала что это будет больше такой фиолетовый хотя я себе так наверное придумала на сайте он такой идет цветопередача у них хорошая буду миксовать я и белый вот эти три цвета буду миксовать оба пейсу буду вязать и вот такой задумала буду делать сегодня образец скорее всего если высчитывать плотность и делать расчеты я надеюсь этой пряжи мне хватит хотела взять больше такой молочный молочного не было либо был совсем уже в желтих молочный такой либо же белый я решила взять белый думаю что будет классно все сейчас буду шить пижаму себе конечно вам тоже покажу но скорее всего сниму отдельное видео и сюда вставлю кусочек ну и конечно же по пейсе тоже буду делать расчеты и буду тоже снимать отдельное видео расскажу как делала потому что вязать я буду в первый раз поэтому наверное снимать буду но если получится потом уже выложу весь процесс расчеты как вязала наперсток я для жаккарда не купила не ходила в магазин думаю попробую вязать так если не получится тогда куплю наперсток потому что с ним будет удобнее наверное не знаю посмотрю в общем все задела эта ткань разложила сделала выкройки разработала выкройки на себя не пугайтесь это они у меня склеены скотчем потому что мне не хватило самого клеенки делаю на прозрачной клеенки посмотрела у одной блогера такой лавхак делать на клеенке и делать на ней выкройки очень удобно и хранить удобно в общем сегодня будем шить это мой первый раз первая моя вещь буду шить пижаму как вы уже наверное поняли вот это у меня шортики а там вон я буду шить на полу так как так шить я буду на полу так как стола у меня пока нет может быть он даже не понадобится если мне не зайдет вот это и это у меня это у меня топ спинка перед вон у меня шортики здесь у меня и так же у меня получается здесь это у меня перед немножко скругленный внизу и вот эта спина так все вот детали мои выкрыла я все плюс еще две брители по долевой 65 сантиметров в длину и 3 в ширину хочу сделать наверное с завязками на плечках если нет обрежу посмотрим как будет скорее всего да просто вот на узелок на плечах так будет более интереснее и гриве и так все перебираемся за машинку и начинаем решить так и и и всем привет это следующая часть нашего влога сегодня у нас воскресенье вязать я не буду от вчера у нас была дождливая суббота вообще целый день лил дождь поэтому я вчера вязала образцы оттенок кому интересно 155 я буду миксовать миксовать я не знаю по поводу цвета это я вам ничего не скажу потому что это у меня бобинная пряжа она стоковая и такого цвета вы уже точно не купите нигде вот такой вот тоже красивый это у меня белая артикул виктория я из этой пряжи никогда не вязала но по тактильным ощущениям она мне нравится здесь полторы тысячи метров в 100 граммах в общем что я там навязала с образцов мне так обычно бывает я что-то задумаю какой-то проект потом начинаю вязать образцы пока у меня пряжа не совпадет с этим узором знаете пока пазл не сойдется вот вчера значит я вязала покажу начинала я вязать вот на четверке потом на тройке обычную лицевую гладь ближнюю это на четверке это на тройке такая более плотная получается это такая более дырявчатая полотнишко дальше я пыталась вязать ран мне не понравилось давайте все-таки сейчас далека покажу сейчас вблизи вблизи покажу потом задалека чтобы вы поняли что он вообще не смотрится никак ну по крайней мере на мой взгляд вот такой вот пробовала узор тоже он вообще теряется как по мне так на такой меланжевой пряжи не смотрится тоже вот такой узор из вытянутых петель пробовала но сейчас на камере как-то мне кажется более контрастно смотрится на самом деле в живую не очень и потом я поняла что надо искать узор который смотрится на лицевой глади хорошо чтобы не терялась сама текстура пряжи вот этот цвет меланж сам но при этом был какой-то акцент и вот я его нашла вот такой вот такой вот такой вот такой вот такой я не знаю сколько будет видно хорошо вот такие колосочки вот так вот вот это мне кажется самый лучший узор буду вязать так еще попробую на тройке потому что это у меня пони я вязала на четверке но мне кажется рыхловато довольно получается я хочу попробовать сейчас вязать этот же узор только на тройке ой на три с половиной я сказала на тройке нет этого вот я на три с половиной вязала это на четверке мне вообще уже с памятью в общем вывязала я вот такую вот колбасу длинную из образцов и решила что буду вязать вот таким вот узором напишите в комментариях свое мнение по этому поводу какой вы считаете узор лучше а сейчас вам сдалека еще покажу вот а раму здесь я перепутала надо было через низ ну неважно в общем не смотрится он как-то там на этой пряжи все она рябит теряется но цвет я прям не могу налюбоваться на камеру он так вообще контрастно смотрится мне кажется в жизни в жизни сейчас я вижу прям контрастно так ну вообще правда очень красивый цвет такой я не знаю аквамарин морская волна что-то такое прям вот вообще цвет мой это же пряжа у меня она уже лежит вторую зиму вот это и я никак не могла найти применение то есть так просто самостоятельно она мне как бы не вписывается ни во что я ее ни в чем не вижу ни шапка ни свитер я просто изначально брала эту пряжу и она на фотографии была темнее приблизительно вот такого цвета ну может немножко светлее вот такой вот жилет я хочу вам показать как референс это будет woodland west мани соколова вязала такой жилет вот такой вот референс но это такое как основа прямо снова основа на самом деле будет совсем другой у меня будет совсем другая вязка горловина не такая заниженная линия плеча пряжа другая все совсем другое будет вот много девчонок вязали такой жилет есть белый но здесь немножко конечно он покороче тоже хочу сделать немножко длиннее спинку и короче перед но не настолько чтобы разница прям была не слишком заметны тоже красиво очень и еще один один вариант это вот такой вот что для средней между вот этим и тем буду думать буду совмещать моя пряжа тоже похоже кстати тоже меланж тоже такая довольно крупная вязка поэтому буду что-то совмещать на горловину я не знаю хочу я круглую или v-образную хочется v-образную и рубашка у меня будет тоже вот приблизительно так выглядеть но с другой стороны хочется чтобы это было не только декоративная какая-то функция а и чтобы он согревал если сделать v-образный вырез получается что узор будет спереди передняя часть будет дырявчатая из-за узора если еще будет v-образная горловина тогда придется точно мотаться шарфами это точно будет уже какой-то жилет больше декоративную функцию носить поэтому я еще подумал подумать есть на чем нужно делать расчеты вязать образец еще раз на три с половиной чтобы хотя бы пряжа возможно посмотреть смотреть как будет лучше на три с половиной чтобы поплотнее чуть было или посвободнее где красивее потому что узор будет с дырочками поэтому возможно есть смысл вязать на три с половиной тогда у меня получается при таком узоре сама вязка немного рыхлее если буду вязать на три с половиной лицевую гладь значит она будет плотнее вот как-то так получается буду думать так насчет лапопейси мужской вот так вот приблизительно у меня получается что-то мне не понравилось надо менять узор сочетание честно говоря я думала что синий будет немножко все нет вот так вот получается узор не нравится надо переделывать узор потому что в некоторых тетях он идет по 3 нити по 3 нити вообще абсолютно неудобно вязать надо переделывать вязала я на три с половиной выберу какой-то другой узор проще и буду заново вязать образец как больше мне похвастаться здесь нечем теперь давайте перейдем к шитью так теперь перейдем к шитью что у нас с шитьем то вон виновница торжества стоит в чехле у меня на столе это моя машиночка швейная моя помощница я сниму вам на нее обзор как-нибудь позже немножко ее поюзаю потом расскажу что к чему буду я завтра шить из нее вот уже тканями я постирала еще декотирую ее немножко утюгом вот такие вот солушки буду завтра вязать ой вязать шить плед детский из минки плюша и хлопка вот такие вот солушки буду сочетать с серым серым минки плюшем интересненько так ну такое нейтральное для мальчиков так и для девочек будет и вот такая вот ткань это хлопок это польский хлопок я показывала в одном из обзоров вот такой вот хлопок вот такие вот солушки очень качественная ткань я из этого же заказа брала ткань на пижаму хороший плотный качественный хлопок действительно нравится мне вот эту ткань я хочу сочетать она такая нейтральная для мальчиков так и для девочек так как словами я уже ой так как с фламинго я уже использовала я планировала ее сочетать с розовым такой с таким с малиновым велюром поэтому буду я шить вот эту ткань сочетать с малиновым и серым для мальчиков для девочек все вот такие вот у меня визуально швейные события теперь еще и швейные поэтому верно буду заканчивать видео как бы такое видео больше о планах на процессе на пижамку которая сшила я уже показывала можно считать что одна готовая работа есть смотрите вдохновляйтесь ставьте лайки подписывайтесь на канал пишите свои комментарии я с вами обращаюсь на следующих видео всем пока а а и и и а и и